Сначала Федя рассердился, а потом увидел, что ребята смеются, глядя на его кляксы. Виолетта Но иногда не проще сосредоточиться на чем-то одном. Она любит игры. Любит игры настольные. Не то, что подвижные игры, а настольные игры. Разгадывание кроссвордов. Я специально приношу из дома детские сканворды. Она может часами сидеть, гадать, только не трогайте ее. И она, ей яблоко, я не помню, яблоко, кажется, да, она откусила и уснула. Она спала, спала. И пришел принц и поцелал ее. Она потом проснулась. И они жили долго и счастливо. Виолетта часто представляет себя сказочной принцессой. Она мечтает носить красивые платья, гулять в прекрасном саду и чтобы рядом были близкие люди. Только с ними можно жить полноценно и счастливо. И обязательно в любви. Когда друг другу цветы там дарит, игрушки, одежду, это уже любовь. Любовь бывает разная, считает Виолетта. Для того, чтобы проявить свою любовь ко взрослым, девочка прилагает немало усилий. Помогаю, полы мою, убираюсь. Меня за это хвалят. А ты любишь, когда тебя хвалят? Да. А когда ругают? Не очень. Виола очень эмоциональный ребенок, но ее эмоции тайны за семью замками. Горькие события своей жизни девочка переживает наедине с собой. И плачет она тоже только в душе. Лишь те, кому Виолетта доверяет, смогут понять, какие чувства владеют ей в тот или иной момент. При этом она веселый ребенок, очень живая и спортивная. Большое впечатление на Виолетту произвел поход в зоопарк. Девочка впервые увидела так много животных. Ее очаровали мартышки и белки и сильно напугали хищники. Я боюсь тигров и медведев. Я ездила в зоопарк и их видела. А чем они тебя напугали? Почему ты их боишься? Потому что там была такая клетка, что даже может медведь руку, лапу свою просунуть. Он же большой и очень большой. Говорят, каждый человек по характеру похож на какое-то животное. Те, кто знает Виолетту давно, говорят, что она, несомненно, лиса. Она лиса. Лиса, потому что она может в любой ситуации вырклиться. То есть где-то плохо сделала она тут же. Хорошо сделала. Мне иногда хочется ее назвать Леся. Ласковая. Они все время обнимают. Мы с ними спокойной ночи, целуемся, прощаемся, сладких снов друг другу желаем. Потребность Власки дана с рождения каждому ребенку. А вот возможность ее получать, к сожалению, не каждому. И чем дольше живет ребенок в детском доме, тем больше он забывает о том, что в мире существует тепло и любовь. Виолетта пока об этом не забыла. Кто здесь? Цыпленок. Вот какой цыпленок. Зайчик. Зайчик с длинными ушками. А посмотри, кто здесь спит у нас. Миша спит. Маленький Паша толком еще не умеет ходить и не умеет говорить. Но он обожает читать. Во всяком случае рассматривать картинки и как-то озвучивать то, что он там видит. Любые попытки отобрать у мальчика книгу заканчиваются бурным выражением негодования. Способ только один. Попытаться быстро переключить внимание Паши на что-то другое. Уберем книжечку. А она рядышком. Вот смотри, она рядышком. Паш, а где у нас с тобой кораблики? О, какие кораблики. Давай, Паша. Ага, вот, разложи кораблики. Вынимай. Один кораблик. Вынимай, вынимай, вынимай сам. Упал, ну ничего страшного. Да нет, сам. Паша сам все делает. Давай, вынимай. Так, выставай. Вторая Пашина страсть – это машинки. Но если мальчику приходится выбирать между своими увлечениями, то он сделает выбор в пользу книги. Ну садись, садись на машинку. Ну давай, книжку покатаем тогда. Давай. Вот так. Книжка, поехала. А теперь Паша. То, что должен уметь ребенок к двухлетнему возрасту, Паша осваивает. Но это происходит у мальчика не так быстро, как у его сверстников. Павлик любит развивающие занятия и старательно выполняет задания взрослых. Сними платочек. Так, доставай матрешку. Вот, молодец. А теперь маленькую матрешку мы с тобой еще дай платочек снимем. Так. Ага. Еще матрешка тут появилась. Вот как, давайте мне ее с тобой разложим. Давай. Ух ты. Вот как. Снимаем платочек. Знает свое имя, отзывается на зов. Любит играть с детками, охотно контактирует со взрослыми. Выполняет ранее разученные действия, вкладывает, выкладывает, собирает, разбирает матрешку, пирамидку. Ну, не учитывает величину колец. Взрослые пытаются помогать Паше есть с ложечки, но в этом уже нет необходимости. Мальчик вполне способен самостоятельно справиться с этим процессом. Не всегда попадает ложкой сразу в рот, но это не страшно, лицо можно умыть. Свои первые шаги Павлик начал делать совсем недавно. Ему очень нравится ходить, но пока он делает лишь несколько шагов. Мальчик устаёт. Ага. Ну-ка покажи, как Паша ходит ножками. Давай, как Паша ходит. Всё, пойдём. Пойдём кушать? Молодец, ты умница, ты мой умница. Паша ножками ходит. Пойдём ещё ко мне. Идём ещё ко мне. Пойдём? Идём. Молодец, Павлуша. Доброжелательный, дружелюбный и очень ласковый. Это общее мнение взрослых, которые работают с Пашей. Малыш не доставляет особых хлопот, не капризничает, но он очень легко обижается. Если обратно брать игрушку, то он будет просто плакать, обидеться и будет сидеть один плакать. Не побежит, не будет отнимать. Мишка такой, мишка. Удивительная эмоциональность отличает поведение Паши. Отсутствие связанной речи он с успехом заменяет какими-то яркими песнями. В последнее время, правда, Павлик начал говорить некоторые слоги. Папа. Мама. Дядя. Дядя. Паша, дядя. Да. Молодец. А носик вкусный, да, у Миши? Вкусный носик? Носик. А где глазки? Вот глазки у нас. Большую радость Павлику доставляют прогулки. Там можно видеть вокруг себя много интересного. Когда погода не позволяет гулять на улице, Пашка рассматривает происходящее за окном. Вероятнее всего, такие наблюдения нравятся мальчику главным образом из-за тактильного контакта со взрослым. Ребенок растет, ему необходимо внимание. С ним очень легко установить контакт. Паша дружелюбный, эмоциональный мальчик, очень ласковый. С ним очень приятно играть, заниматься. Паша неизменно радуется, когда видит знакомых взрослых. Но ждет он совсем других людей, своих папу и маму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова